День единства казахстанского народа отметили сотенными протестами в Алматы, Нурсултане и других городах. Участники несанкционированных митингов открыто призывали бойкотировать президентские выборы 9 июня. Акции продолжались более трех часов и завершились задержаниями. Всего задержано более 80 человек, более 40 — в Алматы. Оценку вчерашним событиям мы попросили дать Андрея Гришина, редактора мониторинга Казахстанского международного бюро по правам человека. Люди, которые вчера собрались, сначала это была небольшая группа, но очень быстро набросла сторонниками и даже очень много случайных людей присоединилась к этой группе. То есть митинг, который перешел в шесть, прошел максимально, опять, как я говорил, цивилизованно. То есть ни одна клумба, ни один газон не пострадал. Люди просто высказывали то, что накипело за долгие годы. Ну, видно было, что полиция была крайне гостейная. Они не знали вообще, что делать, перекладывали друг на друга. В конце там сказали, давайте будем ждать генерала. Генерал приедет, он все разрешит. Ну, и они поняли, что если сейчас начнется вот это масло-эвентилово внутри парка, то это может закончиться как-то не совсем по сценарию. Для Алматы это такое количество людей непривычно. Они знают, что делать, когда там 100 человек, потому что там бросают 300-400 ОМОНовцев и очень быстро как бы заканчиваются. В последнее время наказания уже значились и стараются выносить по максимуму, то есть сразу там 10-15 суток. То законодательство, которое у нас есть, оно не позволяет людям свободно собираться и выражать свое мнение. И даже если бы они хотели это провести с разрешением, как того требует наш закон, у них бы ничего не получилось. Просто, ну, это такой последний пример. В прошлом году мы делали отчет по свободе мирных собраний в нашей стране. Мне кажется, было 33 собрания. Все они прошли несанкционированно, потому что было около сотни заявок на проведение. Такого рода акции ни одна не была удовлетворена. Вы знаете, протестное настроение очень сильно не только в Алма-Ате, но и в других городах тоже, это по всей стране. И сейчас это такой первый вскор, который произошел очень как бы неожиданно. Пока каких-то вот жестких репрессивных мер не будет, люди, конечно, будут выгодить, потому что они почувствовали уже вот этот глоток какой-то свободы, которого давно не было в стране.